Вы знаете, я хотел бы в первую очередь поздравить от глубины всего сердца с великим праздником в вашей церкви, в нашей церкви, по улице Карьерной, потому что знаете, праздник, который сегодня отмечаете вы, радуемся также и в своих сердцах отмечаем и мы, потому что церковь по улице Карьерной, это есть родная наша церковь, где вы знаете, с детства ходили сюда, служили Богу с братьями и сестрами, радовались и много-много здесь, знаете, знакомых, ярко знакомых, приятных лиц, друзей, поэтому большая благодарность Богу и хочется пожелать вам, знаете, обильных Божьих благословений. Вроде бы, кажется, у вас здание маленькое, небольшое, но церковь, слава Богу, одна, наверное, знаете, из самых плодоносных на Украине, не побоюсь этого сказать. Слава Богу! Вы знаете, и жива до сих пор, Бог, дорогие друзья, сделал большую работу, 40 лет служения на этом месте, мы здесь переживали и благословения, и много, знаете, я знаю свидетельств, что Господь здесь делал. Мне нравится, знаете, что церковь по улице Карьерной, хочу всех вас, знаете, еще раз с этим поздравить, и пусть Бог благословит. Смотрю, знаете, остались в таком, знаете, в строгом, знаете, таком благоговении перед Богом. Сегодня вроде 21 век, все идет вперед, но церковь на улице Карьерной, знаете, держится тех истин и святостей пред Богом. Слава Богу! Пусть Господь вас благословит, чтобы вы далее и далее продолжали. И знаете, я хотел делиться словом, одно слово думал поделиться, но что-то Господь резко поменял мысли и захотел, чтобы слово прозвучало именно такое, которое я прочитаю и поделюсь с вами. Это слово, дорогие друзья, которое будет говорить вам о том, чтобы продолжали дальше побеждать, чтобы продолжали дальше идти и достигать, знаете, новых и новых целей. Чтобы сегодня никто из вас на этом месте не подумал, 40 лет церкви, это дата нормальная сегодня или нет, если взять много других церквей? Да, можно сказать, это одна, наверное, знаете, из самых таких, может еще одну, две, три, может быть, знаете, пять церквей, можно до десяти назвать, скажем, из двухсот, из трехсот, что сегодня может сказать нам 30, нам 40 лет. Сегодня, дорогие друзья, хочется пожелать всем вам, чтобы вы продолжали молиться пред Богом. Сегодня много говорилось о молитве. Молитва – это сила. Молитва, знаете, пост и молитва – это сила. Украина сегодня переживает большие испытания. Церквя сегодня переживает большие испытания. Сегодня нужно, не дай Бог, чтобы никто из нас не расслаблялся, а наоборот, чтобы мы еще больше, знаете, пояс свой затянули и шли далее вперед. Сегодня, дорогие друзья, мы смотрим в то время, как и развивается Украина в то время, и грех, он не стоит на месте, дорогие друзья. Грех сегодня, знаете, широкомасштабно, широкомасштабно набирает оборотов, дабы победить сегодня и погубить молодых и старших людей. Сколько сегодня мы смотрим семей, где, знаете, либо муж, либо жена ушли в пьянство, в наркоманию, либо еще куда-то. Сколько сегодня разрушенных семей, сколько сегодня сыра детей. Кажется, 21 век, все знают, понимают, что нужно делать. У меня есть также близкие, знакомые, дорогие друзья. Хорошие, правильные, нормальные люди. Но дьявол на сегодняшний день их искушает алкоголем и еще чем-то. И объясняет, дорогие друзья, идите в церковь. Выход только в церкви. Никто вам не поможет. Дорогие друзья, читаю, у меня мало времени, хочу быстренько пройтись, прочитать некоторые места, и мы будем молиться. Пожалуйста, откройте Откровение, первую главу. Вот градет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрядают пред ним. Все племена земные. Да, аминь. Я Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и идет Вседержитель наш. Это Иисус Христос. Далее, 17 стих. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою, и сказал мне, не бойся, я первый и последний. И, дорогие друзья, мы еще на пути, мы должны понимать. Мы еще не в Царстве Небесном, мы на земле. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра с тобой, со мной. Кто, какие испытания еще будет переживать на этой земле. Сегодня мы должны, дорогие друзья, готовиться на этой земле к самому худшему. Для того, чтобы готовиться к самому худшему, у нас должны быть молитвы, чтение Слова Божьего. Мы должны всегда, каждый день проверять свое сердце, на каком я пути, в каком я состоянии. Кому или чему я больше уделяю сегодня времени своего, дорогоценного времени, который сегодня, дорогой брат и сестра, либо вчера, которое у тебя время было, его уже больше не будет. И знаете, мы с каждым днем, мы приближаемся к своему здесь кончине, к своей, к завершению на этой земле. Но Господь положил на каждого из нас свою миссию. Господь говорит, я скоро гряду. Есть альфа и омега, начало и конец, дорогие друзья. Все сегодня в Божьей руке. Твоя жизнь, моя, всех нас, жизнь в Божьей руке. И Господь, дорогие друзья, внимательно сегодня смотрит за мной, за тобой, за всеми нами, как мы сегодня. Насколько мы сегодня готовы ко встрече с Богом. Насколько мы сегодня готовы побеждать сегодня, дорогие друзья, вражеские силы, которые сегодня наступают на каждого из нас, на наши семьи. Мы многого, может быть, не видим и не замечаем, как дьявол потихоньку в наших детей, знаете, свои стрелы бросает. Как он хочет потихоньку каждого из них, либо через интернет, либо через телевидение, через мультфильмы, через отношения каких-то, знаете, в классах, на учебах, еще где-то. Он завязывает свои связи с каким-то миром. Мы сегодня, дорогие друзья, может быть, не осознаем, насколько дьявол сегодня восстал. Потому что в последнее время вод грядет с облаками. Скоро придет время, когда Иисус Христос придет за церковью. Дальше, откройте, пожалуйста, вторую главу, с 7 стиха. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать о дерево жизни, которое посреди рая Божия. Дорогие друзья, Господь сегодня хочет, чтобы мы побеждали. Господь сегодня хочет показать всем нам, что мы достигли сегодня какой-то период, прошли по этой земле. Кто-то в этой церкви 10 лет, кто-то 20. Может быть, я не знаю, есть среди вас, кто здесь все 40 лет был в этой церкви? Есть, слава Богу, дорогие друзья. Есть люди, которые с первых дней лет. Кто-то 20 лет, кто-то 10, кто-то 2, кто-то 3. Я думаю, дорогие друзья, что те, кто 40-30 лет, они вам не скажут, мы уже сделали, мы достигли, давайте вы все, а мы будем где-то уже в стороне. Я думаю, что сегодня, дорогие друзья, задача, хочу обратиться, кто здесь 40, кто здесь 30 лет, не вздумайте опустить свои руки. Стойте на страже, трудитесь с средним возрастом, с молодежью, с детьми продолжайте трудиться. Никого из них не оставляйте с поля зрения, никого, ни одного. Сегодня я хочу всех вас просить, дорогие друзья, чтобы сегодня детей, молодежь вот эту, не воспитывали именно их родители, но чтобы церковь, чтобы все вы воспитывали. И если кого-то из них вы не увидите в церкви, подойдите, спросите, почему там брат, сестра, ты не был. Сегодня это важно для этих молодых людей, для этих детей сегодня важно, чтобы мы интересовались нашими детьми, чтобы мы интересовались, кто был, почему не был. Коротко пример скажу, я Николаю говорил уже, сестра Рая, его мама, в четверг у нас в Мотовиловке проходили вечернее собрание. Я был подростком, лет 12-13 мне было, я не пошел, а решил пойти с молодежью в футбол поиграть. И она подошла ко мне, обошла, знаете, всю эту школу, надо было аж туда дальше, до калитки зайти, обойти, подошла. И кто в футболе немножко разбирается, вот здесь где полоса, которая на аут мяч вылетает. Она ждала, пока мяч вылетит на аут, я прибегу и его возьму. Я когда подбежал, взял этот мяч, она сказала, Андрюша, подойди сюда. Я подошел к ней, она мне, дорогие друзья, в простоте сказала, я понял, что она будет обличать. Но она сказала, Андрей, здесь лучше, чем в церкви. Посмотрела на меня, развернулась и ушла. Дорогие друзья, тогда со мной что-то произошло. Я ставил тут мяч, я задумался, дальше ребята продолжали играть в футбол. Я помню, на сегодняшний день, как кто-то обратил на меня внимание. Не поленился обойти, может там полкилометра или там 500-300 метров. И подошел ко мне и сказал, неужели здесь лучше? С любовью, дорогие друзья, просто Бог вложил эти слова. И я все понял, я пошел в церковь. И сегодня Господь, дорогие друзья, Он делает свою большую работу в моей жизни. Далее читаю. Десятый стих, конец стиха. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит в церкви. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Семнадцатый стих. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит в церкви. Дам побеждающему, дам вкушать сокровенную ману. И дам ему белый камень. И на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Дорогие друзья, дальше. Пятый стих, третья глава. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни. И исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Одиннадцатый стих. Вот иду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил винца твоего. Побеждающему сделаю столпом в храме Бога моего. И он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего. И имя града Бога моего. Нового Иерусалима. Исходящего с неба от Бога моего. И имя мое новое. Вот держи скоро. Вот иду. Держи, что имеешь. Дабы кто не восхитил винца твоего. Дорогие друзья, обращаюсь к тем людям, которые находятся сегодня в этом зале в Доме Божьем. Может, Господь в вашей жизни сделал большую работу. Вы что-то в своей жизни сделали градиозное для Него. И вас в церкви, может быть, не раз хвалили. Может быть, молитв много вы пережили. Много проповедей кто-то сказал. Много добрых дел сделал. Не вздумайте остановиться и сказать, все, я уже сделал что-то в своей жизни. Потому что, дорогие друзья, это будет ловушка для вас. Кто чего достиг? Кто что сделал? Стар, знаете, в пожилом возрасте, молодой, среднего возраста. Не останавливайтесь на том, что вы достигли. Почему? Потому что Господь кому-то дал меньше, кому-то больше, кому-то очень много. Он все дает нам по силе. И от того, кому дает больше, он спросит много. Тому, кому дал два таланта, кому пять талантов, он каждого спросит, дорогие друзья, по мере силы. И тому, которому одному талант дал, и он его не использовал. Господь все сегодня спросит. Придет время, когда Господь задаст тебе и мне вопрос. Пусть, дорогие друзья, Господь благословит всех нас. Церковь Божью, церковь живую, по улице карьерной. Хочется, дорогие друзья, молиться, чтобы Господь благословил всех вас. Чтобы каждый из вас, он еще раз посмотрел на свое сердце. Чтобы Дух Святой дал прочитать в твою жизнь как книгу. И показать, что Господь от тебя еще хочет, чего ты еще в жизни не сделал. Что Господь еще хочет, чтобы ты сделал в своей жизни для славы Его. Дорогие друзья, хочется всем вам пожелать, чтобы вы искали славу для Иисуса Христа. Не свою человеческую, не свои достижения. Я смотрю, это время, которое Бог нам дал, знаете, 40, 70, при большой крепости, 80 лет на этой земле, это мгновение. Но нам нужно на этой земле успеть сделать много для Него. Много. Как можно больше. Один человек сказал в своей жизни, каждый день ставлю цель, я должен минимум засвидетельствовать 50-ти людям. И я хочу, чтобы Господь говорил к ним. И Он это делал, и Бог говорил, дорогие друзья. Он выходил на поле, где идет, знаете, жатва, идут комбайны и все остальное. Он выходил и говорит, любите ли вы Бога? И все на поле слышали. Задаю вопрос, кто это сказал, что услышали все? Это Дух Святой действовал через Него. Зашел он, знаете, на завод, где станки, где токаря работают. Он сказал, любите ли вы Бога? Кто из вас был на заводе? Там дети, станки работают, токарные заходил, там, где их 10-20, там гул такой, что просто. И во мгновение все выключили и сказали, кто это сказал? И начинали слушать Его. И Дух Святой касался их сердец, и люди каялись. К чему я это говорю, дорогие друзья? Брат и сестра, главное, важно, чтобы ты и я захотел. И не только захотел, и пошел, начал делать это. И пошел, начал свидетельствовать и говорить об этом людям. Дальше не думай, что будет происходить. Дальше Бог берет все, подхватывает всю ситуацию, берет в свои божественные руки. И Он начинает творить свои чудеса. И Он начинает спасать. И Он начинает входить в наши семьи, в кого есть, может быть, неверующие, муж, либо жена, либо дети. Неважно, дорогие друзья, как это будет происходить. Просите, чтобы это происходило. Чтобы Господь это делал в жизни ихней, в жизни вашей. Пусть Господь вас благословит.